Мы начнем с того, что представимся. Меня зовут Елена Бухман, я занимаюсь профессиональным семейным устройством с 1996 года. Начинала я работать в проекте по патронатному устройству в детском доме 19. Когда только начинала образовываться служба по устройству в семью, я собственно стояла у истоков образования этой службы, была первым руководителем такой службы и все время работала именно с приемными родителями. Участвовала в составлении технологии работы этой службы. Там мы работали вместе с, то есть у нас называлась служба родителей, мы работали вместе с другими службами. Об этом был, собственно, у нас предыдущий вебинар о том, как работать в комплексе. Сейчас мы, тут пишут, что плохо слышно, говорить громче. Я не знаю, а там, как сказать, в прошлый раз вроде было хорошо слышно. Мне тоже очень плохо слышно. Сейчас попробуем что-то сделать со звуком. Там что-то можно как-то, я не знаю, куда-то мне говорить. Сейчас со звуком попытаются наладить. Я пока попробую говорить максимально громко, просто я так долго не смогу, наверное. Сейчас я работаю в Оно-центре про мама, где занимаюсь подготовкой приемных родителей. И также вот мы с Наташей, которая сейчас занимаемся подготовкой, то есть составлением программы, проводим программу подготовки специалистов по семейным устройствам. Я передаю слово коллеге. Меня зовут Наталья. Добрый день. Мы занимаемся подготовкой приемных родителей, проводим тренинги, с ним идем, консультации. И вот часть нашей сегодняшней встречи, это как раз о том, то, о чем мы сегодня будем говорить, является маленькой, небольшой совсем частью курса подготовки как специалистов, так и приемных стены. Я хотела спросить, сейчас слышно, стало как-то лучше или все по-прежнему плохо слышно? Да. Картинка тормозит. Ну, у нас картинка тоже тормозит. Вот, уважаемые участники, к сожалению, должна сказать, что мы, хотя достаточно опытные специалисты по семейному устройству, но мы совершенно не опытные вебинаристы. И для Наташи это вообще первый вебинар, для меня второй. И первый меня как бы тоже оставил какое-то у меня, в общем, непонятное впечатление. Вот, мы, в общем, не совсем для нас привычная форма общения с аудиторией, потому что общаться нам приходится с глазком видеокамеры. И видим мы, вас мы не видим, мы видим только свои физиономии. И если присмотреться, то видим какие-то вопросы от вас. То есть одновременно говорить и видеть ваши вопросы очень непросто. Мы попробуем это делать. Вот, мы вообще попробуем сделать как-то так, приспособиться к этому формату и сделать так, чтобы для вас этот формат тоже был максимально эффективный. И давайте вы нам тоже в этом как-то так поможете, задавая какую-нибудь там обратную связь. Обратную связь, ну, а вот, да. Какие-то у кого-то. Не добавим, что мы начинаем с теми. Значит, тема у нас мифы и легенды семейного устройства по аналогии там с мифами и легендами Древней Греции. Понятно, что субботка так вот она. Но, на самом деле, тема достаточно серьезная. Дело в том, что мифов, ну, можно их назвать, это не столько мифы, сколько стереотипы, конечно, которые существуют относительно семейного устройства, относительно детей в детских домах, относительно людей, относительно всего этого процесса, относительно людей, которые берут детей из детских домов. И вот мы постарались как-то эти мифы немножечко рассортировать и обсудить потом с вами каждый в отдельности. Ну, вот, можно сказать, что есть, существуют мифы о самих детях, которые находятся в детских учреждениях и подлежатой устройству семьи. Вот существуют такие мифы-страшилки. В частности, такой миф, что генетику не исправишь вообще все дети в детских учреждениях, это дети второго сорта, иначе бы они туда не попали. В общем, какие-то уже дети с дефектом. И ничего тут, с этим ничего сделать нельзя. Я думаю, что сначала мы, наверное, мифы все перечислили, да, и как раз мы с тобой поступим. Перечислим мифы, а потом их обсудим. Да, давайте, мы можем даже сделать следующим образом. Это же не наш, Вик, да? Следующим образом ты будешь их и говорить, а я вот здесь могу дублировать, чтобы это было кому плохо слышно, чтобы просто вот их перечислять в таком же. Хорошо, давай попробуем. Значит, во-первых, что с генетикой ничего не поделаешь. Второй миф, который связан с первым, что если взять ребенка в семью, то сначала будет все хорошо, но потом все равно все, бед не оберешься, и все пойдет, так сказать, опять же, что ты против генетики не попрешь. Этот миф, кстати, имеет под собой некоторые реальные основания, мы потом скажем про кризис адаптации. Значит, и третий еще миф, который, ну, это, собственно, миф, который по нашему опыту общения с приемными родителями. Третья страшилка, что рано или поздно появятся скромные родители, которые будут ходить донимать приемную семью, шантажировать, всячески вообще отравлять жизнь, и, в общем, как бы никак от них не избавишься. И это вообще неизбежно. Это вот мифы страшилки. Еще существуют мифы, которые, как бы я бы назвала, не знаю даже лучше какое название, такие сусальные, какие-то такие вот розовые, какие-то такие вот радужные. Главное – полюбить ребенка. Вот любовь, она все превозможен, и все само собой сложится. Если его полюбить, то все само собой пойдет. Не надо не заморачиваться его историей, не надо думать о том, что с ним было раньше, вообще не надо ничему обучаться, ну, как бы просто полюбить, и все. Тут еще серия таких мифов, что дети находили в детском доме, и им там было плохо, или если из своих кровных семей не попали тоже, потому что это были такие плохие семьи, и попав в приемную семью, они сразу оценят разницу и будут благодарны на вид за это приемным родителям. Понятно, что это мифы из последствия временем. Ну, и еще существует серия мифов очень распространенных, которые, можно сказать, просто мифы. Надо брать младенца из дома ребенка, потому что этот младенец – это чистый лист. что в него вложишь, что и получишь. Часто говорят, что вот в него еще можно вложить вот это, вот это, вот в того… Можно ли вложить вот до года? До года больше можно вложить, чем после года, а в три года уже что-то много очень уже не вложишь, потому что что-то уже лежит. Еще один миф, что принимать надо в семью, даже если это ребенок уже не новорожденный, а постарший, но лучше, чтобы это был круглый сирота, который вообще не знал, у которого никогда не было никаких кровных родственников, он их не знает и никак к ним не привязан. Тогда он сможет полюбить в приемах родителей, а иначе он никак их не полюбит, потому что вот эти кровные родственники, они вообще вот это вот, вечно будут маячить на горизонте, и это просто вот вообще какой-то такой страшный символ, эти кровные родственники. Еще один миф, восьмой номер идет. И придумывают какие-то истории, что там они где-то его забыли, где-то случайно потерялся, потом они его нашли, но в общем, что он на самом деле свой. Вот, ну я думаю, что мы обсудим потом, потому что это, конечно, очень такой опасный миф. Да, еще, ну сказала, что есть, ну вот по поводу круглого сироты, что многие считают, что дети в учреждения попали по причине там какого-то несчастного случая, что у них была хорошая семья раньше. Да, и что вот именно таких детей в учреждениях много, вот есть еще такое представление. Сейчас у них она уже больше, чтобы, да, вот развенчины. Ну, в принципе, еще встречается, судя по, в поле приемных родителей, в общем-то, такой делок. Сейчас перебью, там написано, будете развенчивать эти мифы, да, будем вот сейчас перечислить. Постараемся, да, да. Именно эти мы будем. Перечислим, а потом будем развенчивать. Сейчас еще немножко осталось перечислить, да, значит, о самой системе детских домов. Если ребенку хорошо в детском учреждении, там специалисты, это не какая-то там кровная семья, которые там не знают, чем накормить иногда и как-то в общем не очень хорошо воспитывают, а там специалисты лучше обеспечить, наформят, оденут, все там есть, и там и компьютеры, и бассейны, и возят детей на отдых, и много чего такое есть. Это вот миф, часто встречающийся, если, поговорите, раньше он чаще встречался, но сейчас еще пока сохранился. Иногда, да, встречается, когда при общении с сотрудниками детских учреждений. А еще знаешь, как говорят, что вот он там привык, привык, ты самое, там много детей, там коллектив, он к ним ко всем привык. Да, ну вот это еще, я еще разбила на другой миф, что ребенку вообще полезно расти в коллективе, то, что он будет лучше приспособлен к жизни в обществе тогда, потому что он как-то уже привык не в коллектив, что он не один. А если он растет в семье, особенно один, то он как-то вот избалованный, неприспособленный, как-то вот не умеет ни с кем общаться. Вот это тоже достаточно распространенное такое вот мнение. Опять же, я говорю, особенно среди сотрудников детских домов, оно часто бывает искренне, совершенно вот как бы выстраданное имя. Значит, теперь о самом процессе усыновления. Потому что усыновление занимает годы, это долго и дорого. И вообще, если уж ребенка брать семь минут, надо усыновлять, иначе он как бы это будет, значит, он еще какой-то не свой. Ну, под опеку. Да, да. А усыновление – это процесс очень непростой. Вот, значит, и еще осталось парочка мифов о самих приемных родителях, которые существуют в обществе, которые иногда как бы отрицательно сказываются на отношении к людям, которые берут детей. Что берут детей только те, кто не могут сами родить. И, в общем, это как люди, на которых есть какой-то клеймош, они какие-то неполноценности, не могут родить своих. Вот они берут по палату. И то, что приемных детей берут ради денег, из корыстных побуждений. И только ради них. Вот, пожалуй, что-то мифы у нас исчерпали. Пока. Так что, теперь, если вы не заражаете, давайте начнем развенчивать. Сейчас, я хочу, пока. Ага. А, начинаем как-то их развенчивать. Про генетику. Значит, то, что генетику не исправишь, но в каком-то смысле ее не исправишь, конечно, да. То есть, генетикой определяется не так много. То есть, понятно, известно, что моральные качества генетикой не определяются ни в коем мере. Определяются темперами, определяются, ну, какие-то там физиологические особенности. Скорость их реакции. Например, генетика отвечает за скорость расщепления алкоголя в желудке. Если человек, у которого эта скорость выше, он с меньшей вероятностью встанет алкоголиком. Если она замедленна, то стать алкоголиком, человек может проще. Но совершенно не обязательно он им встанет. Так же, как известно, что, например, те же гены, которые отвечают за любовь к сладостям, они отвечают за склонность к наркомании. Ну, далеко не все сладколежки становятся наркоманами. Так же, как бы, совершенно не все люди, у которых пониженная скорость расщепления алкоголя, становятся алкоголиками. Ну, надо просто знать, что, да, есть такая опасность. Она есть не только у неблагоположенных детей, она есть вообще у многих людей. Но то, что гена воровства и проституции, нет, так это совершенно точно. Поэтому те рассуждения о том, что станет как мамаша, там, будет проституткой, да, или станет как папаша, будет алкоголиком или вором, или там, каким-то человеком, таким вот. Вот это полный бред, просто здесь нужно апеллировать, наверное, действительно с инвестиционным каким-то знанием, и просто говорить о том, что таких ген нет. И все это продукты именно, вот, условия жизни ребенка, да, вот его, ну, предыдущие опыта. Ну, можно сказать, что тут растение, его оно не может, если вы посадите, скажем, там, какой-то цветок в плохую почву, он может завять, может не расти. Если вы посадите в хорошую почву, он будет расти. И проявит все свои замечательные свойства, он как бы не будет чахнуть, не будет сохнуть, и будет или свести, и радовать глаз, но он не будет другим цветком. Да, и здесь еще можно дополнить, что ввести понятие, как задержка психического развития, которое есть абсолютно у всех детей в очередении, нет детей в очередении без этого диагноза, просто нет. Вот, поэтому то, что ребенок попадает в семью, там, не учится, да, и, там, что-то такое, вот, проявляет трудности в своем поведении, это вот все как раз не в генах, да, это все как раз про историю госпитализма и синдрома вот в очередении. Потому что многие особенности поведения детей, которые списываются на генетику, обусловлено совершенно даже не генетика, а именно его предыдущим опытом. Опыт этот есть в том числе и у ребенка, который считается чистым листом, именно, владелец. Сейчас мы об этом дойдем до младенцев, немножко подробнее скажем. Вот, значит, про миф, что сначала все будет хорошо, но потом и дальше все пойдет в разно. Возможно, что этот миф возник на основе даже какого-то наблюдения над реальными и приемными семьями. Потому что, в принципе, известно, что бывает, то есть, приживание ребенка в семью и приспособление друг друга ребенка в семье проходят определенные этапы. Так же, как, в общем-то, брак. Сначала медовый месяц, так сказать, лучше сравнить с браком, потому что это, как бы, такой опыт у большинства был, а вот, как бы, так сказать, опыта приема на семью было все-таки значительно меньше, уменьшено в своей жизни. То есть медовый месяц, когда все стараются друг перед другом понравиться, всячески вообще как-то вот, так сказать, супруги там друг другу всякие делаются, всякие дарят цветы, там, где стараются как-то ухаживать, и все потом, и потом уже, как бы, все будет, все клеим. И с ребенком так же. То есть ребенок, пока ребенок убирает, старается на свою кровать, все старается, как вот, делать, вежливо разговаривает, по струночке ходит, то это еще тянется медовый месяц, еще ничего не началось. А дальше начинается установочный конфликт. Когда ребенок и семья устают вот так вот, держатся по струночке, как-то начинают, в общем-то, все-таки вести себя более естественно. И, ну, заодно, как бы, ребенок начинает прощупывать границы, что ему здесь позволено. Семья пытается свои, так сказать, отставить свои границы, свои правила. И важно, чтобы она это делала. И конфликты эти совершенно неизбежны. Людей к этому надо готовить. Вот, я знаю, Наташа, может, ты что-то еще хочешь добавить? Нет, я просто хочу добавить, что если кто-то есть из участников, слушателей, из готовящихся стать приемными родителями, да, мы просто не знаем, с кем мы разговариваем, поэтому вот мы эти вопросы как раз на тренинге обсуждаем. Эта тема наша, там, шестого, это занятие, когда ребенок приходит в семье, говорим про кризис адаптации, что это нормально, и что если ребенок приходит и сначала и ведет себя очень хорошо, и старается, понравится, и очень долго с ним это происходит, то тут надо как-то задуматься, да, почему, почему ребенок никак не может оставить в вашей семье. и что его держит в напряжении. И это же взаимный процесс, вас это тоже может удержать напряжение, вы тоже как-то, наверное, не очень хорошо, если у тебя приятный чувствуете. Хоть он там послушный, кровать заставляет, или севает, и все такое. Но для отношений этот детям, что я не думаю, не есть. Да, пожалуйста, приходите к нам на школу, те, кто хочет стать приемными родителями, но в конце просто напишем наш адрес, и электронный адрес, и адрес, и они приходите. Я думаю, что мы все могут порезти, потому что... Ну, я, да, те, кто в Москве, пожалуйста. Что еще можно добавить, что потом эти установочные конфликты, они все-таки заканчиваются. То есть не то, что жизнь идет дальше в разнос, а дальше оно превращается в ад. Все это, все-таки, в конце концов, они заканчиваются таким, какой-то... Все приходит, система эта семейная, приходит какое-то новое равновесие, ну, до новых конфликтов, естественно. И тут важны, чтобы... Если семья сама не может справиться с этим, то важно, чтобы ей было куда обратиться за помощью. Да, вот еще такой... Ну, как бы по ходу он у меня созрел на ребеночке. Нельзя обращаться к специалистам, если у вас проблемы с созданием ребенка, потому что у вас его могут отобрать. Вот тут есть, конечно, часть правды, в связи с разными там историями, но, значит, нужно найти такого специалиста, которому вы доверяете, или у кого-то там поспрашивать. Сейчас эта среда достаточно расширенная, да. Вот, и приступ специалисту все-таки, иногда бывает поведение ребенка, который вызывает страх и ужас у родителей, является совершенно нормальным и даже положительным признаком того, что ребенок у вас адаптирует в семье. Например, если он режет шторы ножницами, там, ходит в туалет посреди комнаты, да, или там делает... Поджигает шторы. Поджигает шторы. Это просто разная, вот реально, как эта история, да, или ложится на пол истерит, и просто вот просто кричит истерит, когда соседи к ним прибегают и говорят, ты стой его там, вот тоже, да, к тому, что отношения много в обществе. Вы что делаете с этим ребенком? Вы взяли его для того, чтобы избивать? Нужно понимать, что такие ситуации, это наоборот, в этот период, это совершенно нормальные явления, боятся пугаться людей. Нам просто нужно пойти в советую по специалистам. Как лучше обходиться с ребенком, чтобы на вас соседи не стукнули. Да, согласна, что любой ребенок рано или позже начинает испытывать своих родителей, даже кровных, да, совершенно, наверное, мы тоже об этом как раз и говорим, что вот посмотрите, а как кровные дети. Это совершенно не о приемном ребенке. Это про проверку, про свое приспособление в вашем пространстве. Нет, ну кровный ребенок, он как бы начинает что-то испытывать, как бы, так сказать, испытывать родители в период кризисов подростных, о чем у нас тоже, как бы, говорится на тренинге. И кризисы эти тоже никто не отменял в отношении приемных детей, просто на них накладывается еще кризис адаптации, что немножко усложняет картину. Особенно, если эти кризисы впадают, если ребенка взять в тот момент, когда у него возрастной кризис, и еще будет еще кризис адаптации, может картинка очень случится такая отчетливая, скажем, живописная. Теперь по поводу кровных родителей, которые рано или поздно появятся, отравятся в жизни. Ну вот по нашему опыту, ну как бы в мегаполисе, во всяком случае, в маленьких городках, я так понимаю, все-таки такая опасность существует, что они где-то там... Ну она реально, действительно, да. У нас такого, как бы вот, ну не было в нашей практике, потому что на самом деле, эти кровные родители, не надо преувеличивать их дееспособность. Все-таки, ну, наверное, к сожалению, да, вот, как детей, когда изжимают из семей, эти семьи, лучше было бы, конечно же, их можно было бы знать, для детей было бы лучше. Ну, в общем-то, они уже невосстановимы. И эти родители, кровные, которые детей еще отобрали, к тому же, которые, в общем, иногда эти дети являлись для них все-таки каким-то последним спасательным кругом. И, в общем-то, они достаточно быстро начинают деградировать, как правило, и никуда уже не являются. Иногда даже, когда ребенку нужно, нужны встречи с родителями, когда он привязан, и у нас даже по этому поводу есть ролевые игры такие для на тренинге, что происходит, когда ребенок ждет встречи с кровными родителями, но родители не в состоянии появиться, это для ребенка это травма. Вот. Кровные родители, вообще, тема очень волнующая для приемных родителей, и у нас в течение всего тренинга, оно прослеживается в течение всего процесса подготовки. И, ну, что, роль кровных родителей в жизни ребенка, что они, как бы, никуда их не денешь, никуда их не отодвинешь, потому что это прошлое, и оно для ребенка важно. Оно не только негативно, но там было много и хорошего. И хорошо, если оно было, конечно, если ребенок что-то может у него хорошее. И, поэтому скромными родителями, ну, тут, наверное, каждый скажет, вот, в маленьких городах, вот мы слышали, да, что где-то там, никуда от них не денешься, тут все в одном месте, все друг друга знают, ну, тогда, значит, надо находить какой-то способ взаимодействия с этими скромными родителями, и это должны, наверное, сделать специалисты, а не ребенные родители. Ну, если как-то их надо постараться огородить по мере возможности. Да, тут еще такой закон работает, чем больше люди стараются этого избежать, тем быстрее и чаще это будет нагонять, да, если с ребенком, совершенно, если ребенок был в ясознательном возрасте, если он помнит своих родителей, да, если он испытывает потребность, если не видится с ними, там, не общаться, то хотя бы они сговорить, вот мы пытаемся донести до будущих приемных родителей и до специалистов в том числе, что не нужно этих разговоров бояться, да, не нужно эту тему закрывать, от него уходить, больше всего ее поддерживать правильно с ребенком. И если кровные родители ищут встречи с своими детьми, это очень хорошо, но нужно действительно найти тогда какой-то приемлемый вариант, да, чтобы с ними... Где-то на нейтральной территории, опять же, если это в интересах ребенка. Значит, вот то, что... Да, ну этот миф, он продолжает на самом деле такую историю про то, что тема, сама тема кровной семьи, она... Тут вот это и миф, и не совсем миф, как бы, да, потому что то, что происходит с ребенком, особенно в подростковом возрасте, это происходит повторный, как бы, кризис идентификации, и он в этом возрасте начинает чурить, он начинает там как-то козлить, как говорят, да, и вести себя ужасно, проявлять там по-всякому, родители не понимают, с чем это связано, и когда мы в работе, там, в сессиях выходим на ту тему, что у ребенка и устроенного семья, он сейчас нуждается в... как хотя бы в разговорах, в разобраться там с самым отношением. Кто я, да, кто, с кем, с чем себя идентифицировать, и часто говорим о том, что все дети в этом возрасте, практически все, ну, очень много детей, начинают в этом возрасте сомневаться, кровные дети, да, посмотреть на своих родителей, думать, вообще, я такой прекрасный разве мог родиться вот у этих родителей. Начинает критика возникает критика родителей. И это все очень связано между собой, все об одном и том же, только о том, что ребенок себя повторно идентифицирует, уже осознанно, не так, как 3 года, да, 2 года, а именно осознанно. И ему очень важно знать этот момент, что-то хорошее о своей кровной семье, что-то ресурсное нужно найти, чтобы поддержать его положительный самолитик. Про это очень хорошо у нас рассказывают, мы приглашаем на тренинг. У вас была уже Татьяна Кланишева, но иначе кто был на, кто присутствовал на вебинаре, который она проводила, она еще будет какие-то вебинары проводить, и все, почему. Она занимается книгой жизни ребенка, ее такая, ее конек, ее любимая тема. Она может про это очень много рассказывает, это мы приглашаем на тренинги книгных родителей, и она как раз рассказывает о том, как вести эту книгу жизни, как восстанавливать прошлого ребенка по кусочкам из каких-то фрагментов. И для чего это нужно, насколько это важно. А вот следующий это наш конек. Да, главное любить ребенка, и все тогда получится само собой, и не надо мне ничего обучаться, ничего не надо знать, что мне тут рассказывать, потому что если полюбил, то оно и так и пойдет. Вот. И вот если мы с вами очень общались, то, естественно, последовало вопрос. А если не полюбишь, вот как полюбить? Да, и как полюбить? Вот это вот, как мне выбирать ребенка? должно что-то изъекнуть. Вот это вот любимое, да, вот стопроцентное сразу. Если не изъекнет, значит все. Ну вот это очень опасный мир, потому что это, в общем-то, желание заслониться, закрыться от некой реальности, которая вообще ожидает, что как-то оно само собой не сложится. То есть оно может получиться как-то действительно, но это очень, так сказать, невероятно, что оно очень сильно должно повести. И главное, ведь ребенка можно и не полюбить сразу так. И что, и тогда человек начинает себя в этом обвинять. Особенно, когда, если свой ребенок рождается, и вот эта вот разница появляется, то не переводит вот попадать в тяжелую депрессию от такого переживания, что я не могу к нему относиться так же, как к своему. Не могу, потому что это естественно нормально. И главное, это еще не дает возможность понимать, что с ним происходит, потому что когда ребенок начинается какие-то проявления, которые связаны, поведенческие проявления, которые связаны именно с его прошлым, тут никакая любовь не поможет, потому что никакой жизненный опыт у приемного родителя этому не мог научить, у него этого не было. У него не было ни опыта, который пережил этот ребенок, ни опыта приемного родительства такого ребенка, поэтому надо все-таки обладать некими знаниями компетенциями в первую очередь и выполнять, если даже не испытываешь чувство любви, надо выполнять обязанности по отношению к этому ребенку. А потом может быть тогда и любовь припоявится, может быть и не появится, может быть ребенок так вот вырастет, но как бы ему все равно будет лучше, если он вырастет, даже если его не полюбят как своего. Это большой вопрос, конечно, но лучше сказать, даже как в учреждении он растет, его там никто не обязан любить именно индивидуально, безоценочный, бескорыстный. хорошо, если у него найдется такой воспитатель, это очень маловероятно, чтобы у него был какой-то взрослый, который все-таки был индивидуальный. В семье даже если не возникнет вот этого чувства любви, то все равно для ребенка это будет отдельный взрослый, который будет главный в его жизни, который сможет его все равно чему-то научить и как-то его поддерживать в дальнейшем. и главный ребенок получит какой-то опыт жизни в семье и какой-то модель в семье. То, что он никогда не получит учреждение. Это походу отличает на все вопросы про лучшее обучение. Ну да, чтобы лучше приспособленность к жизни. Да, и вообще этот метод действительно главный апеллигизм очень живой. Он почему опасный? Потому что он очень живучий, он все развенчивается, потому что у нас то ли когда мы говорим о том, что нужна компетенция, нужно выполнять свои обязанности взрослого по отношению к ребенку, это вызывает вот какое-то такое негодование, даже специалисты хорошие специалисты возмущаются. Как же так? Я буду к нему как на работу, а деньги еще за это получают? Это вообще такой кошмар. совершенно не думая о второй половине истории, о том, что если лучше так, чем если ребенок будет в учреждении не получать ни заботы, ни условий для своего развития, не только элементарного хорошего, доброжелательного, спокойного отношения, без жестокого обращения, без игнорированного и прочих таких вещей. Поэтому здесь мы говорим у нас отдельная тема большая, мы ее начинаем на втором занятии, движемся до самого конца, мы говорим, что нужны компетенции, нужны некоторые компетенции, которыми вы обладаете или не обладаете. И всегда говорим, что мы не даем никаких оценок участникам или общим темным родителям. Мы говорим, что ты годен, а ты не годен. Ты можешь стать темным родителем, а ты не можешь. Мы просто говорим, что похоже, что вам лучше с вашими приличными знаниями, навыками и возможностями вам лучше воспитывать такого ребенка. А вам подойдет скорее всего потребность. Которого, да. Если ребенку нужна как бы он род в многодетной семье, его изъяли. Для него это привычная ситуация. если ваша семья многодетная ему там будет хорошо. А бывает наоборот. Бывает наоборот, когда психолог отследует, что многодетная семья была ужцем и кошмаром, возможно, ему лучше сейчас пожить с одной мамой. Опять же о том, что одинокий человек не может стать родителем начинать не стать оттуда. Для кого-то не упомянули. Это тоже полная ерунда, потому что на самом деле есть такие дети, которым в данном моменте совершенно просто показано быть один на один с подростком, который мог бы ему и только ему уделять свое время и любовь. Чтобы ребенку не нужно было за нестым делить. Это тоже отдельная история. Поэтому мы семью не оцениваем каким-то моральным или каким-то еще качеством. не оцениваем. Да, говоришь, у вас есть вот такие компетенции, а таких компетенций у вас нет, вы можете либо научиться, либо вы можете как-то их восполнить другим способом, найти кого-то, кто вам будет в этом помогать, либо как-то обращаться к специалистам в случае необходимости, либо брать такого ребенка, для которого нужны компетенции, которые у вас нет. Например, я не помню, недавно была история, я поняла, что я не люблю телесного, близкого, а вот ребенку же надо, чтобы его часто гладили. Вот тоже на самом деле история, не каждому ребенку, тем более какой-то может быть истории трудной, тяжелой. Особенно было жестоко обращение физическое, сексуальное или еще что-то в этом роде. Как раз ему не нужна такая мама, у которой есть потребность постоянно тискать, ласкать, щипать и целовать. Ему как раз нужна дистанция мамы. И когда мы об этом говорим, то становится очень понятно, это как такая простая вещь, что есть какие-то мои собственные привычки, потребности, навыки, которые могут совершенно спокойно подойти к какому-то ребенку. а если у меня их нет, то такая вещь, которую можно обладать. Если это моя личностная особенность, я не научусь любить обнимацию, это одна история. А если я не умею варить кашу, я могу научиться. Давай перейдем к следующему. Мы можем долго говорить про компетенцию и так далее. Кожа не застревает, мы перейдем к следующему. Я думаю, что если у вас какие-то будут вопросы, что-то вы захотите подробнее, мы вам дадим адрес нашей электронной почты, мы в принципе сможем продолжить в формате переписки общение с желающими. Следующими, что дети из детского дома, попав в семью, в будущем условии, должны быть благодарны приемным родителям. Само все это предполагается. Но это вообще никогда не получается. Родители, которые на это рассчитывают, они будут стопроцентно разочарованы. Потому что ребенка так не считает. Ребенок считает, что его забрали из этой кровной семьи, он потерял все свое окружение, потерял все своих близких, друзей, все, что ему было дорого. Он не знает, что-то было плохо. Там было что-то такое, что ему нравилось. не от всего он страдал, но пусть было что-то свое, что ему как бы доставляло какое-то удовольствие, как-то просто делало его жизнь более приемлемой. все это потерял. И теперь его оттуда изъяли. Поместили сначала в учреждение. В учреждение еще как-то ладно. В учреждение еще другую семью, где какие-то совершенно другие правила, что-то от него там требуют. Пусть его там лучше кормят, он даже не может быть нигде этого и не просил. не надо совсем. Вот. еще требуют учись, там вообще какие-то там человеком ставить. Как будто он не человек. Да. Вот. А он про Паш об этом не просил вовсе даже и никогда он никому не должен. Вот это тоже мы родителям стараемся во время подготовки как-то донести эту мысль. Ну донести через знаете такую тему за радиомотивацию. Какова ваша собственная мотивация когда вы берете приемного ребенка. И вот этот вопрос он кроется там. Почему вы ждете от ребенка благодарности? Ну такая вроде бы понятная простая виск каких-то вещей в смысле да произрастает из своих собственных проектов и все. Но бывает что и сложнее. тема благодарности она как правило уходит куда-то глубоко когда начинаешь более подробно говорить сумму отношения к ребенку. А еще есть такая тема что стакан воды чтобы было кому стакан воды вот а так ну вот да это другой вопрос если вы для стакана воды берете ребенка тогда можете на это и не рассчитывать на входе очень важно то есть у нас специалисты связи да мы достаточно подробно и в формате тренинга в интерактивном каком-то мы об этом говорим про мотивацию и особенно социалисты мы говорим что можно особо мотивировать и разбирать как об этом говорить с людьми что им на самом деле движет откуда у них это потребность это должно делаться на входе и потом на протяжении всего обучения вы должны смотреть как это трансформируется во что это превращается и остается ли потому что иногда это мотивация не вернее иногда всегда там у вас которые приходят к вам мотивируются беседами родители но всегда поверхностно это не то что на самом деле на самом деле совсем не то что потому что родители такие злобные обманщики злобные в том случае не об этом они сами не осознают ну как бы человек вот я иду я думаю что мне это будет лучше но я на самом деле не понимаю и если я на минуту постановилась задумалась какая моя настоящая ответность что мне действительно движет почему я хочу это делать это уже тот лук на котором лежит ответ ну вот поэтому опять же если это специалист то на самом деле вот металлоги она связана с мотивацией я не знаю так сказать я большому счастью закопаюсь в мотивацию это не слишком много я просто упомянула про то что эти вещи на эту тему можно было делать не один вебинар на тело мотивации да это вот тема неблагодарности актуальных кровных это правда так но вот именно я хотела подчеркнуть что это не благодарность это о вашей собственной потребности о мотивации на ней не застревать это отсюда просто у многих существует такая хорошо что вы это понимаете у многих существует такая иллюзия что вот ребенок именно этот ребенок он должен быть благодарным он более благодарный чем если бы собственный потому что именно его взяли с каких-то плохих условий или ему сделали хорошо и он за это должен быть признан а он как правило оправдывает в подростковом возрасте когда вы рот на замок про его кровную семью не хотите знать ничего он вам коленки висит ну конечно это же он не знает ну дальше а дальше про младенцы чистый лист что вот тоже существует такая это связано еще с тайной усыновлением ребенка из дома ребенка если взять ребенка из дома ребенка то это абсолютно чистый лист где можно делать все как пластилин можно все лепить все что в него в ноже что и получится а вот если ребенок постарше то уже своим он уже полностью не будет потому что что-то кто-то в него уже там вложил по дороге непонятно только кто и что но где то что как раз понятно там лежит все только плохое нужно выносить но это не по севам поэтому лучше взять малыша у которого еще ничего не а это вот как бы смыкается с генетикой другая другая сторона мифа про генетику не исправишь ребенок не чистый лист у него все-таки что что-то уже есть у него есть определенные как бы пределы его интеллектуального потенциала что обусловлено генетикой опять же вот этот темперамент который обусловлен генетикой и кроме того у него есть прошлое которое ничего сделать не можете даже когда он находился в животе у своей мамы он уже что-то переживал и дальше мама его родила и как-то она от него отказалась и он это тоже пережил и никуда вас от этого не денетесь и это для ребенка было травмой и считать что он этого он был маленьким ничего не помнит ничего не знает это как бы не совсем не совсем не правильно потому что есть такое понятие как привация и младенцы из домов ребенка особенно если они там долго задержатся и сразу не возьмут не повезет им и сразу не возьмут семью то в общем это может оказаться случай более трудным чем ребенок который более старшем возрасте был неблагополучной семьей вот Наташа может что-то добычу для развития период поэтому за этот период так как он в пропорциональном отношении с другими периодами развивается так как в этот период больше другого периода не делается то есть максимум развития происходит от 0 до года поэтому здесь каждый день жизни ребенка он наполнен против него важными событиями которые возникли его развития поэтому это вот история о том что но он пробыл-то всего в этом доме малютки 3 месяца или всего-то 6 месяцев потому что там взяли его крошечкой 7 месяцев вот за 7 месяцев если вы почитаете возрастную периодизацию посмотрите что должен чем должен владеть ребенок от 0 до года то вы поймете что эти полгода они практически выбросены в его жизни почему потому что самое главное чему он хорошо развивается благодаря формдованию механизма привязанности который нормально формируется именно в этот период вот первые минуты его рождения и вот в течение этого года есть задача сформировать 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 нормальный механизм привязанности ребенка только тогда он будет в дальнейшем сейчас это будет получен кровных семья как-никак этот механизм формируется какая бы сама машина она так или иначе она одна постоянно взрослая она стабильна так или иначе она стабильна или утром или вечером или когда вообще может быть у нас 20 начала после того когда совершенно верно вот история про стабильность про постоянство и про важность одного взрослого сейчас просто я тороплюсь мы не успеваем но мы на эту тему очень подробно говорим про стриминги и что еще вот мы считаем важным например когда в норме все происходит ребенок вот нормально да вы ждете ребенка вы вынашиваете вы все там до его рождения вы читаете какие-то журналы смотрите какие-то специальные филы вы уходите на специальные занятия вы считаете что это будет полезно для вас для ребенка да вот и когда он рождается вы тоже как-то стараетесь вот его почему же тогда ну вы как бы вообще в принципе да все люди которые считают что ничего страшного с ним за сеть месяц с учреждением не произошло почему тогда учитывая тот факт что этого всего не было у ребенка да и это уже вот а после всего этого это и есть то что с ним произошло и еще очень такой тяжелый момент в этом то что если ребенок изъятый из скромный с ним уже в таком сознательном возрасте он помнит что с ним было да он ну это к тайне скорее больше он понимает он это перевел уже в голову ребенок до года он еще не переводит ничего он только живет только чувствами только переживания только активными ощущениями и всякими прочими да которые он еще не способен перевести в сознании поэтому когда его забирают в новом одиночестве устанавливают держат в тайне это установление да то этого человека в последующем вот это вот ощущение чего-то что он не может вспомнить оно его мучает вот это я параллельно уже ну перейдем давай уже к тайне потом вот это обсудить там что многие до сих пор собираются сохранять самое тайное усыновление мы пытаемся если мы не умеем права как-то людей разубеждать что-либо мы как бы не пытаемся разубедить пытаемся чтобы они сами осознали какие опасности в этом заключены если они несмотря на это они остаются при своем решении это их право но они должны знать к чему это может привести Наталья только рассказала что ребенок он все равно знает что он был отказной да то просто не может это именно перевести в голову но он помнит на каком-то клепочном уровне что от него отказались и возможно что он вот это свое чувство по отношению к тем людям которые от него отказались перенесет на приемах родителей потому что как бы родители это они они говорят что вот мы родители он помнит что что-то они с ним сделали плохо когда-то они с ним очень плохо поступили и он очень не уверен что они могут ли они это сделать еще раз особенно если ребенка берут бывают такие ситуации когда ребенка берут вообще 3 года скажем и придумывают какую-то ахинею что мы тебя где-то там забыли мы где-то тебя там потеряли тебя у нас украли а мы тебя потом нашли ребенок вообще думает а что же за родители где-то меня там потеряли где-то вы просто взять и забыли в любой момент меня могут где-то взять потерять забыть у них меня могут украсть то есть они вообще как-то неответственные люди да как на них можно рассчитывать вообще он как-то смотрит на них уже с некоторым опасением и подозрением в общем как-то надо добавить что не особенно естественно да он опять же знает на клеточном уровне что с ним что-то вот они что-то как-то плохо с ним поступили особенно они если ему еще рассказывают что мы тебя где-то забывали и как-то вам помнишь что-то с ним такое происходило не очень хорошее в сознательном возрасте опять же как помнить если бы это было на уровне радства то с этим можно было что-то сделать а так с этим ничего не сделаешь поэтому если родители нормальные и сразу когда у ребенка возникнет такой вопрос лучше чтобы это произошло где-то там в дошкольном возрасте когда родители абсолютный авторитет для ребенка ну конечно сюда ты у нас мы тебя не родили мы тебя взяли в этом нет ничего ужасного он видит что они по этому поводу не комплексуют они у них нет никаких запретных тем это не табуированные темы табуированные темы всегда чувствуются если родители на эту тему говорить опасаются то напряжение связанное с этой темой оно витает в воздухе смотрят ли они телевизор там какой-нибудь сериал кого-то там усыновили ну мало ли чего вообще где-то эта тема какой-то они сразу напрягаются зажимаются ребенок это чувствует что что-то есть в семье есть какие-то скелеты спрятанные глубоко в шкафах которые могут вывалиться и как вот уже Наталья говорила что очень часто в подростковом возрасте особенно особенно опасно в подростковом возрасте часто даже совершенно родные себе дети начинают воображать что родились и другие родители гораздо более благополучные что-то там с ними произошло настолько какую-то историю можно сказать у нас несколько таких историй рассказывали наши учащиеся на тренинге что там одна женщина сказала что я в момент когда в подростковом возрасте она стала подробно рыться в документах перерыла все бумажки если бы что-то было о приемности я бы это нашла потому что почему-то такая мысль и была пришла она приемность совершенно родная вот как-то мысль это у нее там укрепилась несмотря на то что я никогда ничего не не рылась в родительских вещах но тут она как-то произвела очень тщательное расследование так что а если уже есть какое-то основание то ребенок это откроет тем более что все равно есть кто-то кто знает где-то эта информация все равно есть кто-то там соседей родственников все равно кто-то знает и обычно эта информация вываливается в тот момент когда она востребована в подростковом возрасте и вот если она вымолится в подростковом возрасте на ребенка то понятно что для отношений с родителями это просто может быть катастрофой поскольку ребенок понимает что ему эти родители они ему всю жизнь брали брали они ему в самом главном в общем верить он ему больше не может и очень возможно что отношения потом не справятся тоже мы знаем такие случаи когда уже взрослый человек вполне понимающий что происходило и понимающий что родители в этом не были виноваты приемные вот так вот они понимали его его блага простить не может и отношения уже разрушены нам не всегда так что мы вот людей стараемся все-таки предупредить опять же вот планшет который занимается книгой жизни она так сказать есть такая информация что статистика что дети которым не приемные дети которым не говорили что они приемные и которые не знают что они приемные они у них больше неуверенность это люди которые более неуверенные в себе какие-то вот меньше добивающиеся в жизни есть некая статистика вообще очень высочай уровень детей и других людей дальше мне кажется что это тоже такое наша тоже одна из любимых тем потому что мы можно понимать что мы это все то о чем мы сейчас говорим мы все это делаем достаточно подробно в интерактивном режиме потому что то что мы сейчас никогда не пытаемся людей убеждать на словах это просто такие точки с которыми мы работаем на теме непосредственно ну вот про то что ребенка хорошо в детском учреждении его там очень обеспечивают добрались у нас есть такой вопрос не хочет идти совсем потому что у ребенка у ребенка хороший директор он не нет он может и прав что там хороший директор такое бывает и что там у него друзья да это совершенно верно скорее всего ребенок уже не маленький так сколько там друзья для него важны вот но прав ли он в общем-то конечно он не прав и с чем связано то что он не хочет идти не совсем не совсем да с этим надо разбираться мы естественно тут сходу мы не имеете самым телепат мы не можем нет ну да это время тут может быть много причин ребенок может реально бояться изменять то есть для него это большое изменение судьбы его просто как следует не подготовили какая история была ребенка сколько раз его дали возвращали не возвращали какой он отказной не отказной сколько он на госпевом находится потому что госпевой режим это тоже отдельный если вы захотите можно проконсультироваться в отдельном но вообще это тема о том что дети очень мало кто не хочет настоящую некую семью только кто-либо уже имел неоднократный опыт возврата и это уже подростки это уже дети которые практически на выходе возникновения и что в детском учреждении ребенка лучше это и главное то что в детском учреждении опять же о чем мы заговорили что ребенок не получит опыта семейного построения семьи он не научится ни там ни сказать вообще что такое как проявлять личную ответственность то есть у таких детей как правило сложности и с построением собственной семьи то есть известно что это бывает такая самовоспроизводящая система то есть они находят кого-то себе партнеров от которых рожают детей и эти дети потом попадают в детский дом потому что они связи у них очень нестабильные и охранять семью они не умеют и как воспитывать своих детей они тоже не знают у них вот этой модели семьи построения семейных ролей как-то построения семейных отношений у них нет этого они не знают как это делать незначимого человека он может им есть для ребенка но он может ребенок не значит что значим для этого и такие дети выпускники они не умеют как правило вообще личную ответственность нести потому что у них была все время коллективная ответственность они коллективно ходили куда-то там они встают коллективом идут садятся на компьютер потом коллективом в бассейн потом коллективом везут на отдых хочешь тебя никто не спрашивает хочешь ты что-то одеть хочешь что-то привезли очень хорошие качественные вещи нравится они тебе не нравится ты берешь то что есть Как правило, у них нет, не вырабатывается понятие собственности, да, потому что у них нет ничего своего. Знаешь, что как бы вот оно было, потом оно как-то куда-то исчезло и другое будет. Ну, то есть, в общем, они, как правило, не умеют ни беречь, ни хранить вещи. И у такого членов выпускников, у них бывших выпускников, у них часто бывают сложности с устройством на работу, потому что они, опять же, они не умеют сами не самопрезентовать себя, как бы не потом нести какую-то ответственность за выполнение дела. Опять же, вот это вот как бы индивидуально они не понимают ни что они хотят, ни что они могут. Как следует, они в этом разобраться часто не умеют. Опять же, часто, потому что бывают, конечно, случаи, когда, так сказать, ребенку повезло, у него были какие-то очень там условия хорошие, ну, то как-то хорошо, я хочу предупредить, умещённые реплики, может быть, выпускников детских домов, что вот у меня всё, бывают такие ситуации. Но это всё-таки как исключение, потому что статистика, к сожалению, вот достаточно печальная, такие, да, возможно, судьбы таких детей. Ну, да, ну, ключевая вещь здесь, то, что действительно, как-то ребенок-то растет для того, чтобы вырасти, да, и дальше формировать какое-то свое положение в обществе и в семье и так далее, что говорить о том, что он будет воспроизводить то, что он видел, да. Да, то есть, ну, Лена всё уже сказала, просто хотела допомнить, что они же не знают зачастую, из чего, там, не знаю, готовить еду, да, как сходить в магазин, как выбрать, то есть каких-то элементарных, простых вещей, а потом... Как ездить на транспорте. Да, да, когда 18 лет они выпускаются, и когда им дают эти деньги, эту квартиру, они просто не знают, как обращаться с деньгами, они не понимают ценности денег, ценности вещей. И пока они ввели мораторий на продажу квартир выпускниками, это же было повальное, они продавали квартиры, имени, так сказать, их обманывали, они меняли квартиры на какой-то там видеомагитофон, потому что он понимал, что видеомагитофон это ценность. Да, он об этом всю жизнь мечтал, аж квартиры точно. Но он не понимает, что это жилье, это какая-то ценность. Ну, когда я его не имела, мне не знают, что такое вот свое... Ну, даже там страшно одному находиться. Мне известно, что вот эти выпускники, они, как правило, кучкуются, то есть они там по несколько человек, допустим, там четыре человека объединяются, трое сдают свои квартиры, живут у четвертого, и все там кучкуются. Потому что им так привычно, им так менее страшно, как вот одному, как одному. А это вот как раз про то, что полезно расти в коллективе. Да, просто на этот вопрос нужно очень коротко ответить. Представьте себя в своем коллективе рабочем. Представьте, что вы с своим рабочим коллективом утром встаете вместе, сидите на завтрак, потом вы идете на работу, вместе работаете в замечательное здоровое время, потом вечером вы идете все вместе в кафе, в театр, не знаю, на стадион. Никуда вы предпочитаете, куда все вместе, потому что вас никто не спрашивает. Нет, вы сидите с тем своим рабочим коллективом, да, и еще лучше, то есть в этом рабочем коллективе есть кто-то, кто вам нравится, кто-то, кто вам не нравится, да, кого вы терпеть немножко, с кем вам хотелось бы поближе, там, подружиться. Да, вот представьте себе такую картинку и ответьте себе на вопрос, лучше ребенка рабочим коллективом или, собственно, лучше быть любимым и единственным, ну, в смысле, один вообще ребенок, семье, непонятно, да, тем, на кого направлено ваше внимание, внимание одного, там, двух, близких, взрослых, да. Что не отменяет возможности общения в каком-то коллективе, который он сам себе выберет. Он сам себе выберет, хочу, пойду, не хочу, не пойду, и это нормально, потому что вот мы здесь опять возвращаемся к теме взрослой психологии, кто интересуетесь, смотрите, какие особенности возраста, да, особенно, говорят, вот надо его уже там 4-5 лет в стадик отдавать, чтобы он социализировался. В большом счете, ребенку это не нужно, это нужно уставшей маме, это нужно там всем, кому угодно, кроме ребенка. Ребенку, да, ему, может быть, не плохо было бы дозировано получать детское общение, там 5 лет, но, в принципе, по взрослой психологии до семи лет, до семи лет, ребенок не нуждается в этом, потому что он начинает социализироваться совершенно естественным образом, когда попадает в школу. Я, ну, как бы, возмущение я тоже могу сказать, которые могут вызвать мои слова, но если вы подробнее, подоточнее разберете процессы, которые происходят с ребенком в этом выпуске, то вы, скорее всего, можете власть не всегда на этот момент, потому что все равно мама остается, мама, папа, там, близкие люди, остается для ребенка, значит, ему еще достаточно долгое время от, не странно, это правда, вот, поэтому записывать ребенка в коллектив, это не совсем неправильно, это хорошо. А у срастины там, ну, в общем, да. Так. И все, наверное, все. Про процесс, да. Вот что по усыновлению занимает годы, это долго и дорого. Вообще, во-первых, у кого как. Да, во-первых, у кого как, да. То есть мы много видели людей, которых это как-то происходило достаточно быстро и безболезненно. Это же мы не по-собственному, это просто по опыту общения с нашими клиентами. Вот. И, кроме того, усыновление – это не единственная форма принятия ребенка в семью. Опять же, это к вопросу о том, что взять ребенка в семью, значит, усыновить, потому что иначе ребенок будет чувствовать себя не своим, не вполне как бы полноценным, но это совершенно необязательно. Потому что у ребенка либо складываются какие-то отношения со взрослым, либо не складываются. От юридической формы это, в общем-то, не зависит по большому счету. Если отношения сложились, и ребенок начинает называть там приемных родителей папой-мамой, вообще независимо от того, оформили они юридические усыновления или не оформили. Иногда это происходит гораздо быстрее даже, чем они к этому готовы. Поэтому очень часто, на самом деле, то, что это долго, дорого и вообще – это обговорка некая. То есть люди, которые тешат себя такой вот, они вот носят, носят себе вот такую вот идею, что вот мы бы усыновили бы ребенка, но ведь это же так долго и дорого. Поэтому мы как бы вот на это вот не идем, не попробуем даже это, чтобы вот этот процесс не начинать. Или они вот, бывает, что люди проходят подготовку, а потом как-то вот ребенка, все не находится для них какого-то идеального ребенка. Тут тоже надо разобраться, потому что, в общем, идеальных детей не бывает, так же, как и идеальных родителей. Ну вот они все, все сузьянами, все мы люди, а не ангелы, все сузьянами. Поэтому надо как бы вот, если семья или там человек, так сказать, очень долго как бы не находится для себя идеального ребенка, может быть, на самом деле он, по-своему, надо разобраться с мотивом. Да, то есть, может быть, он на самом-то деле и не хочет никакого ребенка взять, не хочет, потому что не хочет менять свою жизнь. Для этого надо чем-то жертвовать, вот этим, вот этим, вот этим, ну, он не хочет, на самом деле, жертвовать. Но сама идея, она же такая красивая, надо бы заняться, там, изучением, не знаю, китайского языка, но мне на это это дорого, да? Ну да, да. У меня нет времени, я работаю, а нужно здесь китайский язык, но зато сама идея, я буду изучать китайский язык, это научить. Потому что, может быть, взять не совсем младенца ребенка постарше, или взять ребенка, не, так сказать, девочку трех лет с бантами, с голубыми глазами, а мальчика пяти лет, и, сказать, может быть, даже как бы и не в национальности, да, и, в общем, как бы, вот если, как сказать, немножко подвинется, то, может быть, и можно было бы быстрее это сделать. То есть, ну, вот, по поводу того, что дорого, ну, бывают ситуации, когда дорого, ну, так сказать, это все-таки нарушение закона, да? Бывает нарушение закона везде, да? Ну, с этим тоже понятно. Значит, теперь, то, что о самих приемных родителях, то есть, что берут детей только те, кто сам не может их родить, ну, просто по нашему опыту, что это половина-половина. То есть, бывают бездетные пары, которые приходят на беру детей, и очень часто, опять же, то есть, ну, как не очень часто, но, наверное, процентов 15-20 после этого рожали свою жизнь. Вот такая интересная история, да, то есть, снималась какая-то блокировка, видимо, даже то, что иногда достаточно было пройти школу приемных родителей, это уже действовало, иногда надо было взять приемного ребенка, после чего появлялся слой. Ну, такие случаи бывали неоднократно. Вот. А иногда, ну, что, сказать, приемные семьи, это семьи, уже имеющие своих детей, и даже многодетные семьи бывают. Потому что это разные, люди по разным причинам берут приемного ребенка. Иногда это желание помочь ребенку конкретному. Иногда это желание, ну, так сказать, выросшие собственные дети, а у семьи есть еще силы и желания. Вообще, хорошо, у них получается вас растить, вас растить. Почему бы нет? Почему бы, ну, взять еще не вырастить. Просто так рассуждают все, по-моему, достаточно узкое, наверное, представление о человеческих мотивах. Есть очень много людей, авантеров, которые помогают детьми, детьми там усыновлять. Это что, значит, ну, трудно понять, зачем они это делают, да, детьми должен быть какой-то подвод. Вот какая-то такая история. Ну, да. Про подозрительность, сравнительность. Просто я вспоминаю, что даже один крупный специалист, психолог, который, как-то с нами сотрудничал, так сказать, в принципе, имел отношение к семейным устройствам, он как сказал, что я, вот, то есть, я не знаю, кто берет этих самых детей, я это не знаю, я бы никогда не взял, я свои проблемы решаю другим способом. Ну, там тоже бывает, да, то есть, это, в смысле, с кем вы имеете дело, да, и, ну, как к этому относиться, ну, как бы, да, ну, есть такие люди, да, ну, есть и другие люди. И, наверное, ресурс, это, чтобы получить ресурс, да, и как-то лучше обращаться в ту сторону, где люди думают по-другому, где занимаются, там, хорошими делами, волонтерят, там, просто замагая другим людям. Это, опять же, к теме, пересекается, к теме мотивации, мотивов, да, которые не являются темой нашей сегодняшней вебинарии, о чем мы знаем, хотя вот все время она как-то смыкает, да, ну, как бы, ну, это, наверное, можно отдельно сделать. Вот, и последнее, что у нас осталось в тринадцатом, так сказать, ну, приемных приемов ради денег, и вот это вот часто в обществе, я считаю, что существует, что вот они взяли, вот они, вот для чего они берут эти приемные детей? Ну, понятно, что они хотят себе, там, да, они такие деньги получают офигительные. Нет, ну, что тут можно сказать, что для Москвы и вообще крупных городов это вообще не работает, потому что тратится на эти деньги больше, чем получается. Для провинции, в принципе, материальный стимул может играть свою роль, потому что часто, ну, как бы, люди часто там вообще скажут, нет, нет работы, нет зарплаты, и иногда... Ну, корректно было бы сказать там, где нет работы. Там, где нет работы. Там, где нет зарплаты, и маленькие такие, то это действительно иногда бывает там. Ну, чаще всего, все-таки, это иногда бывает подспорьем. Если это единственный мотив, ну, тут надо разбираться с мотивами вообще, опять-таки, с мотивами, что все-таки мы не встречались с корыстным мотивом в чистом виде. Ну, вообще, мотив, а какой-то один мотив в чистом виде у меня, так сказать, не бывает? Да, бывает какая-то группа мотивов, надо просто работать с этим мотивом и пытаться понять все-таки, что здесь преобладает. Вот, мы как-то закончили свои эти самые... Нет, ну, вот про, да, про заразить денег, просто если такие люди и есть, то все равно их не в большинстве, да, и об этом нужно... Нет, если люди, так сказать, материальный мотив присутствует, просто он не единственный, да, если такие другие, то в нем ничего плохого нет, собственно, почему бы не получать деньги, чтобы от того же самого ребенка нормально растить ее, сказать... Это к вопросу, опять же, о компетенциях. Если я умею это хорошо делать, у меня хорошо получается, ребенок получает от этого пользу, выгоду, да, и... Да, если я выполняю хорошо свою работу, я получаю за это зарплату, почему бы не, почему бы как бы не ребенку хорошо и обществу хорошо? Ну, да. Вот, ну, мы так со всеми разобрались, если там что-то осталось, вот так, почему только английский? А у кого английский? Нет, ну, мы не по-английски, мы не по-английски, мы по-русски рассказывали. Понятно. Что-то уже... Нет? Нет. Сейчас мы вам напишем. Берешь, да? Так пишет русский, я не писала на английский ничего. А, нет, это самое, ну, почту нашу, да? А, почту наберу, да, вот для тех, кто захочет. Кто захочет, на чьи вопросы мы какие-то не ответили, какие-то вопросы еще, нет, и не то, и набирай, что-то набирай, что-то набирай, что-то набирай, что-то набирай. Собака. Собака. Адрес набрала и... Круто, зачем-то сервисточка. Не приставай. Не приставай. А, это расставка. Ну, понятно. Сейчас мы попробуем набрать вам сайт наш, на что-то нет, и русский у тебя пошел. Юб какой-то. Нет, давай, я сама сейчас напишу, ты много внимания мне уделяешь. Ты попрощайся лучше. А так еще рано прощаться, у нас еще не время, почему-то, 10 минут, потому что, может, что-то вопрос задать. Если есть какие-то вопросы, у нас не есть, а 4 минуты, то есть, а если нет вопросов, то есть. А 4 минуты, значит, остается. А? Ну, если есть, то есть у меня вопросы. Если у вас есть какие-то вопросы, то у нас есть еще время на них ответить. У вас есть сейчас возможность задать. И что? Ты дала общий, да, Маша? Ну ладно. Ну, тогда мы, может быть, закончим. Да, закончим. Сейчас, что такое-то? Какие дополнительные риски у подростков? В смысле, риски? Риски устройства в семью? Нет, вероятно. Риски чего? Не очень понятен вопрос. Вы могли бы как-то все-таки прояснить? Хотя бы к латинским шрифтам. Имеете ли вы в виду риски для подростков, когда их устраивать в семью? У приемных подростков. Понятно, что приемных с ним ни с чем. То есть сейчас мы в контексте темы, да, мы говорили про мифы и про то, что вот... Нет, ну как я понимаю, что приемных, то есть если брать в семью подростка, то понятно, что это, да, что есть, конечно, дополнительные риски, потому что это связано с тем, что ты говорила про повторную идентификацию подростка с кровной семьей. То есть подросток и так переживает подростковый кризис. У него начинается полный раздрай в мыслях, так сказать, живя просто в нормальной, в обычной семье, подросток начинает, как бы, так сказать, критически относиться к родителям, видеть их, так сказать, не то чтобы в черном цвете, но видеть все недостатки, слабые места и, так сказать, до этого, так сказать, в дошкольном возрасте они были для него, так сказать, авторитетом, это ОМОНом, вообще, так сказать, то сейчас он, так сказать, они станут как банти-авторитетом. Вот эти 12 лет, да? Ну, просто не совсем понятно, о чем говорить, да, дополнительные риски в 10-12 лет, но здесь все те же самые риски, что и у других, просто то, чтобы работать с кровной семьей, коротко. Не с кровной семьей, а с отношением с ребенка, с кровной семьей, с тем, что он думает про эту кровь. Очень осторожно об этом говорить, потому что вот это вот тонкий момент. Да, то есть здесь не игнорировать тему в разговоре с ребенком. Так, мы очень не выделяем. А, ребенка вот будет говорить. Будет говорить, что мы берем за день. Что-то советуете, говорите, говорите, говорите. Доброжелатели посылают. Нет, почему? Говорите, да, мы берем ребенка и за день, потому что нам не хватает. Совершенно, знаете, как вот одна история была тоже. Взяли ребенка, ребенка стерил, я его попоминала уже, да, она говорит, перед соседями, не угодно, соседи приходят и говорят, вы что? Ну, говорит, оправдывайся. Раз в четыре, говорит, соседи приходили, а он переживал как раз эти треси с адаптацией. А потом, говорит, говорит, уже все, я не выдержала. Соседи пришли, говорит, вы что, его тут убиваете? Она говорит, я открываю дверь, говорит, да, убиваю. Заходите, поможете. Все, больше они не приходили. Вот, знаете, может быть, это, конечно, как-то очень редко звучит, но и, опять же, старое, как мир поконится, да, на каждый роток. Не накинешь платок. Ну, какая ваша цель перед всеми, если вы хотите оправдываться, тогда там будет. Если вы хотите делать хорошее дело, то делайте, не облядывайте. Не говорите, что на самом деле мы делаем хорошее дело, что помочь, не надо говорить окружающим. Говорите, да, мы такие корыстные, словочные, берем ребенка за денег. Ну, как можно так, например, в зависимости от того, с кем мы говорим. В конце концов, действительно, вы же не этот доллар, чтобы всем нравится. А если ребенку... А, ребенку будут говорить, да? А, ребенку будут говорить, что вы уже заняли за денег. С ребенком вы уже, так сказать... Ваше дело объяснить ребенку, из-за чего вы его взяли, и поверит он им или поверит он вам. Ну, что говорить тем людям? Ну, то есть, мне кажется, немножко надуманная такая конструкция, да, как вы узнаете, кто будет говорить этому ребенку. Ну, даже если вы узнаете. То есть, ваша задача стоять за... Ну, то же самое говорите, то есть, вы-то будете говорить с ребенком, если он вам еще об этом расскажет, да? И вы будете иметь дело с теми, кто ребенку об этом говорит. Когда вы иметь дело с теми, вы должны занимать четкую позицию вы на стороне ребенка, да? И что любые вообще возновения на вашей территории... Это... Пресекается. Это пересекается, да. И вы можете, там, выбрать какое угодно для вас, там, тот, входящий способ, да? А вот с ребенком об этом и речь, да? Что вот это никакой тайной усыновлению речи не должно идти, что с ребенком, с самого маленького возраста нужно говорить... Нет, ребенку можно сказать, что да, мы получаем у тебя посуды, мы тебе, так сказать, помогать нам всей нашей семьей вместе с тобой существовать, существовать, мы его тратим, ну, в зависимости от возраста ребенка. Да, в зависимости от возраста, понятно, что тут как бы это... В принципе, эта тема денег тоже не должна быть запретной, как говоришь с ребенком, и, по-моему, можно это все обсуждать. Для ребенка не должно быть тайной, что вы получаете из него какие-то деньги. Просто когда возникает, особенно в подростковом возрасте, ну, там есть, в любом, наверное, возрасте, когда ребенок говорит о том, что ты получаешь на него деньги вообще, давай, если вы ему там не даете запах карманных или еще чего-то, он начинает выступать, попробуйте, как была история, ну, правда, звезды оставшие, да? Да, его потом лет 16. Да, мы выделили ту сумму денег взрослые на неделю, да? Просто ты не кормишь не тем, чем надо, я хочу вот есть вот это, ты у меня получаешь кучу денег, вот-вот, давай. Ну, я сказала, вот мне на неделю твою, вот, сказать, вот недельная сумма, живи на нее. Ну, посел на два дня. Вот почему, значит, ну, понятно, что голодным мы не оставили, ну, это, опять же, зависит от возраста ребенка. Да, просто объяснить, что на эти деньги реально можно купить, что, как они, какие они реальны, потому что тратить им им гораздо больше. И там физических, эмоциональных, не только материальных, да, какие-то вещи вкладываются в ребенка, а еще и физически, эмоциональные, душевые. Вот, если будут вопросы, пишите нам, по-почте. Переходите к нам в центр, который уже за вас. Да, у нас, да, проводится, мы с Наташей проводим курсы для специалистов, не только для родителей, но и для специалистов. Мы можем выездные как бы устроили, гастроли у нас выездные бывают. Так что все, всего доброго, да. Спасибо. 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 Продолжение следует...